Здравствуйте! Обзор проектирования активного корректора мощности, работающего в режиме критических токов в индуктивности, мощностью 650 Вт. Данный корректор не является самостоятельным устройством. Это часть источника питания, содержащего параллельно нагруженный резонансный преобразователь для питания радиочастотного генератора с ключевой амплитудной модуляцией. СРМ или Бондаре PFC конвертер был выбран потому, что, я стеснен в габаритах, СРМ конвертер будет занимать меньше места, чем СРМ конвертер. Итак, принципиальная схема перед вами. Слева направо, сверху вниз. Параметрический стабилизатор на Зенере ВД-1, цепь высоковольтного запуска из цепочки резисторов R6-R8, обмотка самопитания намотана дополнительной второй на бост индуктор. Я планирую с этого же источника питания запитать и параллельно нагруженный резонансный преобразователь. Не знаю, что из этого получится. Посмотрим. Горбит-кремниевый бустерный диод. Последственность с ним включена ферритовая бусина для уменьшения излучаемых радиочастотных помех. Конечно же, контроллер FAN 7937. Стоковый МЗСД. Иначе как нам определять моменты переключения транзистора? Ключевой транзистор, токоизмерительные резисторы, ну и конденсаторы укопительные. Это часть схемы входной цепи защиты, синфазные фильтры и бостовой выпрямитель. Все представлялось достаточно простым. Была неделя до нового года, я спешил, был достаточно внимательным. Но здесь я сейчас даю только то, что получилось и проверено. Ошибки мы рассмотрим в следующем ролике. Позволю себе напомнить различия в режимах работы PFC-корректоров. Итак, режим непрерывных токов в индуктивности CCM мод характеризуется большим значением индуктивности, большим размером индуктора, но минимальными действующими токами. CRM или Bondary мод пограничный между режимом непрерывных токов и прерывистых токов в индукторе. Это наибольшее действующее значение токов. Максимальные импульсные токи в два раза превышают действующие, но и зато минимальная индуктивность. Даташип на FAN7930C, конвертер, Aton 7, хорошо себя зарекомендовавший, много где уже стоящий, в телевизорах, например. Gate-драйвер мы можем питать током 500-800 мА в пике, нам вполне достаточно. На борту есть все защиты, Zero Current Detector, самое главное для реализации CRM, режимы работы, PC-корректора. В общем, все защиты и паяемый корпус SOIC 8. Подчеркиваю, здесь я даю только то, что уже проверено получилось. Ошибки мы рассмотрим потом. Итак, мы видим, что напряжение питания контроллера Clamp с зенером встроенным, в минус 800-500 мА драйвер, очень неплохо. И есть возможность перегрузки по напряжению тока чувствительного входа до плюс 6-ти, минус 10 вольт. Стартует конвертер между 11 и 13 вольтами, останавливается 7,5-9,5 вольт при напряжении питания. 24 вольта внутреннее зенера, ограниченное напряжение питания. 47,5 мкс и 11,2 мкс – это диапазон максимального включения транзистора. Есть опнот AN8035 по расчету PFC корректора на данной микросхеме. Слайд из этого опнота, поясняющий нам, почему при максимальном входном напряжении будет минимальная частота переключения. На эту минимальную частоту переключения и ведется расчет. Ток в индукторе треугольный, паузы между током не должно быть, частота переключения плавающая. Берем, качаем расчетку сон 7 и вбиваем в нее, что я и сделал. Ввел неправильный индуктор, ну и получил массу интересных эффектов, о которых мы поговорим во второй части ролика. Будет очень интересно, все будет показано, как оно есть. Но пока я сделал свою расчетку, но это было уже постфактум. Внес данные на рассчитанный преобразователь, что я желаю получить. Внес данные на магнитопровод индуктора, который я планирую использовать. Ну и, конечно же, данные на ключевой транзистор. Ну и произвел расчет. Расчет традиционно ведется на величину индуктивности буст индуктора. Величина индуктивности буст индуктора выбирается из двухграничных излучений для минимального входного напряжения, максимальной мощности выходной и максимального входного напряжения. Максимальной выходной мощности. Считаем пиковые токи в индукторе. Напоминаю, они самые большие из всех топологий PFC корректоров. Они в два раза превышают действующие. Считаем число витков. Проверяем, вмещаются ли витки на магнитопроводе. Смотрим дирейтинг, какой будет при нагреве. Считаем величину потерь. Насколько нагреется моментопровод. Ну а также считаем сопротивление зарокарного детектора из трех критериев. СМОПНОТ. Ну и прочие важные вещи. Да, обмотка самопитания. Всего три витка. Я добавил два витка целых к расчетному значению. Это тоже важно. Получилось 40 витков первички и три витка обмотки самопитания. Она же обмотка зарокарного детектора. Я взял кольца от Magnetix, распыленное железо, кольцо X-Flux с мощальной магнитопроницаемостью 60. Почему Magnetix, почему распыленное железо? Потому что индуктивность насыщения у них 1,6 по сравнению с 0,3 для типовых ферритов. На производителе качаем каталог. В каталоге есть все чарты и необходимая нам графика. Вот чарт выбора порт номера сердечника в зависимости от L и квадрата произведения. Также производитель дает методику расчета и пример расчета. Можно считать чем угодно, но я всегда стремлюсь пользоваться тем, что дает производитель сердечника. Может они что-то знают, чего я не знаю. Итак, пример выбора расчета сердечника. Да, перейдем к транзисторам. Транзистор от Confineon, 7-ое поколение. 99 милиом при 25 градус Цельсия сопротивление канала. 650 вольт Drain Source, 42 нанокулона значения заряда затвора и удобный корпус ТО-220. Я очень стеснен габаритами и поэтому я все тяну вверх, а не размещаю планарно. Кроме того, я потом смогу поиграть с радиаторами, если будет перегрев в закрытом корпусе. Что мы видим? Входная емкость 1,8 нанофарада очень хорошо. Выходная емкость 33 пик фарада замечательная. Ну, как я уже говорил, полный заряд затвора 42 нанокулона. Не забываем домножать на коэффициент нашу сопротивление затвора в открытом состоянии. Ну и смотрим, хватает ли нам драйверу прокачать этот транзистор. 12 вольт как раз нам дает 12 вольт наш драйвер. Нам хватит. Не забываем посмотреть пробивное напряжение Drain Source при 70-80 градусах, порядка 640 вольт. Ну и берем значения приведенных input, output и reverse capacitance из вот этой диаграммы 14 в наших расчетах. При заднем напряжении Drain Source. Еще один опнот от ONN это Standby Power Reduction Technologies, в котором мы берем расчет старта резисторов высоковольтных. Я обращаю внимание на это потому, что это не является частью расчета самого преобразователя, но тем не менее это критически важные компоненты, определяющие время старта-старта, да и вообще будет ли старт. Вот такие резисторы MELF 207 по 1 вату рассеянной мощности я взял в высоковольтную цепь запуска. Напоминаю, я хочу с этого же источника питать и во вторую стадию. Это параллельно нагруженный резонансный преобразователь. Ну и конечно надо не забыть посчитать параметрический стабилизатор на зенере, исходя из хуже условий. Малый потребляемый ток и максимальное падение напряжения на шунтирующем резисторе RS по данной схеме. Кусочек печатной платы, критически важный узел, 3D моделирование, сторона вот там. Мы видим наверху он два резистора токоизмерительных R18 и R21 включенных параллельно. Отверстие это корпус транзистора, стоящий на стороне топа в корпусе TOR 220, ключевой транзистор. Левее ниже это диод, карабид кремниевый. Ну так вот, видим, что у нас от токочувствительных резисторов сделано кельвиновское подключение к измерительной цепи. Это очень важно. А также у нас силовая цепь земли разведена. Контроллер к контроллеру не идут токи от силовых цепей. С пунктиром я показал белым контур циркуляции токов цепи измерения и ЦС. Это печатная плата, сторона опять-таки bottom. Видно, как размещены элементы. Посмотрим зону циркуляции токов затвора и рабочего тока. Вот, ток затвора циркулирует здесь. Видите, короткая область, не затрагивающая токочувствительные цепи. Это очень важно. И ток циркулирующий, большой ток нагрузки циркулирующий, опять же, там же, где ток затвора. И не пересекающие никакие рабочие измерительные цепи. Это критически важно. Иначе устройство работать не будет. Получалась вот такая симпатичная плата. Сторона топ. Все шло довольно-таки неплохо. Но посмеяться будет во второй части ролика. Итак, вот у нас получился такой конвертер. Замечательный. Все очень просто, быстро. Поехали. Желаю вам вдохновляться, делать свои изделия. До встречи. Спасибо за внимание.